Музыка Привет, красотка! И сегодня мы с тобой разберем очень интересную тему Все мы, девочки, любим такие запросы а-ля Как похудеть за один день Как похудеть и ничего для этого не делать Конечно же, мы все понимаем, что не работает Вот так вот И чтобы похудеть, нужно правильно питаться Нужно заниматься физкультурой Нужно, короче говоря, что-то делать И за один день это фактически нереально Но не с помощью макияжа Именно об этом мы сегодня поговорим Я с тобой поделюсь несколькими лайфхаками О том, как можно визуально сделать свое лицо более худым Как убрать щечки Как сузить личико в принципе И какие есть фишки в прическе, в одежде, в аксессуарах Используя которые можно выглядеть стройнее Красотки мои Я вам всегда говорю, что очень важно любить и принимать себя И это видео, это если что, не обратное тому, что я обычно говорю Я считаю, что во всем должен быть баланс Это не означает, что раз мы себя любим И раз мы себя принимаем Мы всегда ходим без косметики Любите меня такое, какая я есть Я прекрасна и так Нет, если вам хочется подкрасться Если вам хочется визуально себя сделать красивее В этом ничего такого нет Более того, мне кажется, это вполне естественное желание любой девочки Как только ты впервые накрасишься тушью и увидишь, что твои глаза могут стать в два раза больше Невозможно больше этой тушью не пользоваться, так сказать Потому что ты увидела, как ты можешь стать красивее Короче говоря, я не знаю, нужно ли это объяснять Но мне кажется, вы у меня умнички и все понимаете Что если мы используем такие фишки в макияже, чтобы сделать визуально себя красивее Это не значит, что мы себя не любим Смотрите обязательно до конца Потому что в конце будет очень классная новость для вас, для нас, для меня, для всех Вот Ну и давайте уже поскорее переходить к теме нашего видео И разбираться во многих важных вопросиках, фишечках и лайфхаках Поехали! Итак, начнем с макияжа Чтобы визуально уменьшить лицо Нам нужно затемнить те части, которые мы хотим скрыть И высветлить те части, которые хотим подать вперед Затемняем мы скулы Область у роста волос И высветляем Т-зону и зону над скулой Но для начала нам нужен ровный тон, чтобы мы, как художники, рисовали по чистому холсту Используйте свой любимый BB крем или тональный крем И мы приступаем к контурингу У меня есть вот такой вот карандашик для контуринга Я делаю губы уточкой Это очень смешно выглядит, но это помогает нам понять, где наши скулы и где именно нужно проводить Также область у волос Вот такими незамысловатыми движениями уменьшаем носик И немного приподнимаем его А также сужаем наш подбородок Теперь осталось все хорошенечко растушевать И перейти к светлому корректору У вас это может быть любой консилер на тон светлее или под цвет вашей кожи Наносим на спинку носа, под глаза, на подбородок, на лоб и на зону под скулой И вот такие красивенькие мы приступаем к растушевке И девочки, это еще не все, как я и говорила Мы будем все это закреплять сухим корректором для лучшего результата Не сказать, что это вариант на каждый день, но если мы хотим уменьшить наше личико, то будем это делать Наносим пудру на Т-зону и остатками проходимся по всему лицу Далее используем контурирующее сухое средство Главное, чтобы оно не давало ржины, а просто создавало тень Хайлайтер Хайлайтер это не просто дань моде и красивому свечению Это действительно классный лайфхак, чтобы вытянуть визуальное лицо Наносим над скулой, на спинку носа, на галочку над верхней губой, а также под бровь и во внутренний уголок глаза Нанести правильно румяна это тоже искусство Нужно улыбнуться, нанести на яблочки щек и немножечко растушевать остатки по носику и над скулой И да, с кожей лица все. Следующий лайфхак это акцент на глаза Чем ярче макияж глаз, тем больше внимания глазам и меньше внимания вашим щечкам Я наношу свои любимые красно-бордовые тени, рисую стрелочку и тушь Следующий лайфхак будет касаться прически Чем объемнее ваша прическа, тем меньше визуально смотрится личико Поэтому обратите на это внимание Также оказывается прямой пробор делает лицо наше плоским А вот боковой пробор визуально вытягивает личико Также пройдемся по аксессуарам Если вы хотите визуально опять же вытянуть лицо То надевайте длинные сережки, которые создадут еще больше вертикальных линий в вашем образе Одежда Выигрышным вариантом будут вырезы V-образные и овальные И стоит избегать водолазок, если не хотите, чтобы акцент попадал на ваше кругленькое личико В выборе цвета одежды стоит отдать предпочтение темным цветам Которые визуально делают фигуру более изящной Не самый важный момент, конечно Но стоит знать, что овальная и миндалевидная форма ногтей визуально вытягивает пальчики А вот квадратные ногти, еще и короткие, подойдут далеко не всем И если у вас пухлые пальчики, то такая форма еще больше подчеркнет это Ну и последний лайфхак, что касается фигуры Девочки, помните, что есть компрессионное белье Утягивающие колготки, которые могут за один день действительно сделать вашу фигуру на размер, а то и на два, меньше Я думаю, все замечали, что надев колготки, наши ножки становятся намного стройнее Ну что ж, красотка, вот и подошло видео к концу Я очень надеюсь, что оно было для тебя полезным Если это так, то обязательно ставь палец вверх и пиши в комментариях Да, это так А еще, я обещала важную информацию, я обещала классную новость И я готова ее вам выдать Итак, со следующего видео, а значит с 4 ноября Потому что у меня выходит видео по воскресеньям и по средам Так вот, с 4 ноября на моем канале стартует череда подарков от Сашки Пасновой в каждом видео Абсолютно в каждом видео Вас будет ждать маленький бьюти подарочек от меня Это может быть хоть что, хоть там новая красивая какая-нибудь палетка для контуринга Хоть набор для ухода за собой И в комплекте к этому подарочку будет идти письмецо лично от меня Так, я задела микрофон Лично от меня, с моей подписью, с моим фирменным обращением И конкурсы будут абсолютно несложные Будут просто, я не знаю, парочка условий Поэтому обязательно дожидайся следующего видео И маленькая такая подсказочка Если ты подпишешься на мой инстаграм, то вероятность того, что ты победишь, будет выше Поймете почему в следующем видео И конечно же видео вопроса из инстаграма Но красотки, в этот раз я решила не отвечать на видео вопрос Потому что очень, очень сильно завален мой директ С вопросами о том, замечаю ли я, что происходит на ютюбе Почему некоторые блогеры копируют мои идеи Как я к этому отношусь Что там кто-то марафон бьюти повторяет Ничего об этом не говорят Очень многие мне пишут Саша, ты видишь, что твое приветствие стырили И говорят, привет, мои красавицы Или привет, иногда красотки даже Каждому в директе я не могу отвечать Но так как вас очень, очень волнует эта тема Вы мои защитники, самые главные Я решила ответить в видео Да, это такая неизбежная вещь Когда ты придумываешь что-то новое И это может либо не разойтись Эта идея может просто там улетучиться и все А может и разойтись И кто-то ее обязательно подхватит И не всегда этот кто-то указывает авторством Это называется, собственно, плагиат По-другому это не назовешь И я к этому отношусь плохо Скажу честно, именно к плагиату Все мы понимаем, что на самом деле Та или иная идея у блогера Это не означает, что вот он такой гений Он это придумал Мы, блогеры, все друг у друга что-то смотрим И зачем-то повторяем Но, когда ты берешь абсолютно ясно Что идею у другого блогера Который сам придумал Я считаю, что нужно об этом говорить И не раз я брала идею у Морисен Когда она заводила какие-то челленджи У американских блогеров И я говорила об этом видео Потому что я считаю, что это дань уважению К этому блогеру В принципе, дань уважения к творчеству Потому что, если ты копируешь чью-то идею Ты должен об этом говорить Это как бы просто этично А если ты идею у кого-то берешь Об этом не говоришь Так еще и говоришь, что ты это придумал Вот это абсолютно обратная ситуация И к таким людям у меня, конечно же, уважения нет Конечно же, к таким людям у меня появляется Абсолютное какое-то негативное чувство И говорить об этом, если честно, не хочется Но хочется просто вас успокоить Сказать, что да, я в курсе Я это все вижу, замечаю Тем более, что вы активно мне пишете об этом Скидываете все эти плагиаты И это не первый блогер, который так тырит идеи Незаметно Поэтому я постараюсь к этому относиться более философски Более как-то по-взрослому, наверное Порадуюсь тому, что значит идея действительно крутая Раз кто-то решил ее повторить Порадуюсь тому, что я создала какой-то тренд Такие ситуации в жизни делают нас сильнее Такие ситуации дают понять, кто тебе друг Кто тебе коллега, которого можно уважать Ну а кто, сами понимаете, кто Ну что ж, на такой позитивной ноте мы с вами, девочки, будем прощаться Я вам очень благодарна за то, что вы у меня есть За то, что вы меня всегда поддерживаете Я прямо в такие моменты чувствую, какая за мной стоит поддержка Как сильно вы меня этим питаете И я вас очень сильно люблю И улыбайтесь чаще, красотки Мои красотки Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok